Начало января прошлого года. В Барнауле ищут пропавшую женщину, мать двоих детей. Спустя пять дней после убийства тело находят на крыше. Пока Елену Падун искали правоохранители, ее экс-супруг, а они жили вместе, отвечал на сообщения коллег от лица самой Елены. Чтобы скрыть преступление, личные вещи женщины он выбросил в мусорный бак, а телефон позже выключил и спрятал в подъезде. 10 января тело нашли, и Падун был заключен под стражу. На заседании он был нервным и даже истеричным. Мне нужно связаться хотя бы. Мне даже не дали право связаться, чтобы сообщить родственникам. Давать показания и комментировать содеянное обвиняемый тогда отказался. Собственно, и вину свою Падун сначала не признал. В итоге ему предъявили обвинение в умышленном убийстве. И началось расследование, которое завершилось к началу марта 2023 года. Следователи установили, что супруги Падун расстались еще в августе 2022 года, но продолжали жить вместе на просьбы жены покинуть жилье. Константин всегда отвечал отказом. Они постоянно конфликтовали. И в ночь на 5 января Константин во время ссоры схватил супругу за шею и сдавливал до момента, пока она не перестала подавать признаки жизни. Кстати, в соседних комнатах в тот момент спали дети. Дети и стали причиной того, что заседание по делу душителя перевели в закрытый режим. На этом настаивал сам обвиняемый, а также брат убитый, который стал опекуном племянников. К тому же спустя почти год в обвинительном заключении нашли нарушение и дело начали рассматривать по новой. Нашлись и те, кто не был согласен с мотивами убийства Падуном своей экс-супруги. Он приобрел 5-комнатную квартиру. Он ее подарил. Он не являлся собственником этой квартиры. Зачем ему, извините меня, убивать жену? Просто был конфликт. Просто он ее хотел действительно успокоить. Переквалифицировать статью из умышленного убийства в самооборону уже в феврале 24-го года просил адвокат обвиняемого, собственно и сам Константин Падун. Говорил о том, что супруга сама провоцировала конфликты и он лишь защищался. А удушение, собственно, и было возможностью успокоить супругу. Ведь спортсменов за удушающие приемы не судят, говорил Падун. Пресса увидела обвиняемого спустя почти год. Падун был против видеосъемки, но судья приняла решение сделать заседание открытыми. Ведь все, что касалось интересов детей, уже рассмотрели. После пересмотра дела сторона обвинения запросила для душителя супруги 9 лет и 10 месяцев лишения свободы. Переквалификации на более мягкую статью не случилось. Сторона потерпевшего, а в зале суда всегда присутствовал брат Елены, была категорически против. Я абсолютно убеждена, что данный человек, он не раскаялся о совершенном преступлении. Все, что сказано им, это неправда от начала до конца. И версия стороны защиты, она опровергается многочисленными доказательствами, которые были тщательным образом уследованы по уголовному делу. В последнем слове обвиняемый был краток. Вину признал, говорил, что раскаялся. Я осознаю, что от моих действий, конечно же, наступила смерть Елены. Просто хочу быстрее вернуться к нормальной жизни, как я жил до этого. То есть до 38 лет у меня не было ни одного какого-либо правонарушения, ни одного штрафа. Собственно, отсутствие всевозможных нарушений, а также наличие несовершеннолетних детей, стало отчасти причиной того, что суд немного смягчил приговор. По ДУНА приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Максимальное наказание по данной статье до 15 лет лишения свободы. Судом вынесен приговор с учетом всех полученных доказательств, представленных сторонами доказательств. Законность этого приговора будет проверен при получении его копии. Будет ли апелляция, пока неизвестно. Но если и будет, то в ней сторона обвиняемого планирует вновь настаивать на переквалификации статьи. Кстати, многие отметили, что Константин спустя год стал гораздо более уравновешенным и спокойным. Приговор он нормально воспринял по поводу переживания. Могу сказать, что он переживает, что именно так произошло все. Она писала, вот Костя, ты готова потерять все, лишиться всего, если оставишь меня без квартиры. Она говорит, что он мне намекает на смерть. Портал вещи ее постоянно, косметичку разбивал неоднократно, телефон разбивал, чтобы она там, не дай бог, не знаю там. А так, последние месяцы жизни экс-супругов описывали подруги погибшей Елены. Говорят, всерьез угрозы она не воспринимала и всячески старалась решить конфликт без ссор, драк, ведь осужденный был отцом ее детей. Теперь на могиле Елены памятник, средства на которые будут отчислять и заработка бывшего супруга. А еще ему предстоит выплатить миллион ущерба брату Елены и 3 миллиона детям, оставшимся без матери. Осужденный выплатит также издержки на похороны. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.